Всем привет! С вами Светлана. Я, как и все любители сладкого, очень люблю всякие конфетки, шоколадки и всё остальное. Сегодня я вам покажу, как сделать в домашних условиях самые вкусные, самые знаменитые конфетки Рафаэлу. Для этого понадобится ёмкость, в которой будем замешивать миндальные орешки, очищенные от кожуры, как я это сделала. У меня есть отдельный ролик. Если вам интересно, зайдите, посмотрите. Ссылочка будет под видео. Размягчённое сливочное масло комнатной температуры, кокосовая стружка, ванилин и ванильный экстракт. Начнём с того, что сливочное масло я отправляю в ёмкость. Если вы не успели масло заранее достать, ничего страшного, можно взять масло с холодильника и на плите его растопить. Добавляю пакетик ванилина. Повторюсь, если есть ванильный экстракт, добавьте ванильный экстракт. Всё, это перемешиваем. Масло, видите, у меня достаточно мягкое, очень мягкое. Сюда же я добавляю кокосовую стружку. Вымешиваю ещё, это хорошо. Нам понадобится 120-150 грамм, 100 грамм в сами конфетки и 20-50 грамм для обсыпки. У меня конфетки пачки по 50, поэтому я добавляю 2 пачки. И всё хорошенечко вымешиваю. Добавляем сгущённое молоко. Добавляем понемножечку, сколько возьмёт масса. Можно замешивать эти конфетки вручную. Продолжение следует... Вот так. Вот такой вот консистенции должна быть масса для конфеток Рафаэла. Видите, она достаточно плотная. Всё. Теперь эту массу я накрываю пищевой плёночкой и отправляю в холодильник, чтобы она подзастыла на 2-3 часа. Масса остыла. И теперь будем формировать конфетки. Для этого берём немножечко теста. Немножко разминаем в руке. Долго не разминайте, чтобы сливочное масло не растаяло. Берём один орешек миндальный, прячем и формируем шарик. Размер конфетки где-то с ядрышком. Орешек грецкого ореха вот такого должен получиться. И обкатываем в кокосовой стружке. И выкладываем тарелочку. И так формируем все остальные конфетки. Вот такие вот конфетки. получаются. Вот такое вот количество конфеток получилось. Вот такая вот красота. Замечательный аналог покупным конфеткам Рафаэла. Осталось их положить в холодильник, чтобы они немножко подзастыли. Так как мы работали с ними руками. Сливочное масло немножко потаяло. Чтобы всё это закрепилось, отправляем в холодильник буквально минут на 10-20. После чего можно ставить чай и наслаждаться замечательными домашними конфетками. Если вам понравился рецепт, пальчики вверх. Подписываемся на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.